здравствуйте об италии я говорить могу бесконечно очень люблю эту страну и вряд ли этим кого-то удивлю сегодня недвижимости посмотрев наше видео вы получите представление об актуальных ценах и тенденциях на местном рынке я расскажу о налогах и содержание итальянской недвижимости возможностях получения вида на жительство и инвестициях а также про отношение итальянцев к недвижимости ведь она очень влияет на ценообразование смотрите в ближайшие минуты почему цены на итальянскую недвижимость стабильны сколько придется потратить на обслуживание квартиры и дома в италии как местное законодательство помогает обеспеченным людям сохранить деньги в чем специфика рынка недвижимости италии первое цены сильно зависит от региона такая зависимость верна практически для всех стран но здесь она заметно особо менее развитый юг например калабрии и сицилия дешевле а север лигурия тоскана ломбардия дороже конечно это значительной степени стереотип есть южные районы весьма недешевые есть также деление внутри региона например северная сардиния дороже южной так сложился спрос второе в италии на цену недвижимости существеннее чем других странах влияют возраст здания и его состояние часто за выгодными предложениями именно в италии скрыта необходимость ремонта или даже комплексной реставрации следующая особенность выбор новостроек стране ограничен объемы нового строительства не покрывают спрос привлекательные объекты в милане или риме раскупается самими итальянцами на этапе предпродаж не попадая на рынок на курортах ажиотаж не столь заметный но нового жилья тоже мало и цены на него сильно выше чем на вторичку то есть в италии нужно быть готовым заплатить дороже за новую или реконструированную недвижимость или потратить время и средства на ремонт до 2008 года недвижимость в италии дорожала после заметно подешевел эконом сегмент а в элитном было лишь незначительное снижение которое сменилось стагнации а затем ростом в результате в то время как в ряде соседних стран цены на недвижимость после 2008 году упали на 40 50 процентов пытали этого не произошло тому есть несколько причин во-первых италия одна из стран европы с высокой долей именно владельцев недвижимости 80 процентов итальянцев являются собственниками для них дом самый ценный актив ради которого стоит идти на жертвы это не объект для инвестиций спекуляции итальянцы предпочтут копить а если случится катаклизм использовать сбережение но не продавать жилье кроме уж совсем безвыходных ситуаций во вторых на итальянском рынке недвижимости почти нет крупных игроков с большим числом объектов большинство собственников если и продают то всего один дом они не хотят а порой даже не могут заметно снижать цену они до последнего будут надеяться что и жилье не подешевела как другие они скорее откажутся продавать дом по реальной цене даже если она выше той за которой он приобретался итальянцы готовы ждать годами но получить справедливые по их субъективному мнению деньги такое поведение защищает рынок от резких падений получить хорошую цену на дом в италии значит найти того кто хочет продать срочно правда кроме личных обстоятельств у некоторых продавцов есть дополнительный мотив как известно в 2008 году правительство берлускони отменила налог на недвижимость а в 2012 году правительство монти вновь ввело налог на первый дом и увеличила на второй это шаг выгнудил многих продавать второе жилье одновременно появился повод не делать реконструкцию налог на здание в нежилом состоянии оказался вдвое меньше наконец в италии очень развит элитный сегмент а цены на престижную недвижимость даже в кризис демонстрирует большую стабильность все дело в уникальности не существует двух колизеев нет и второго порта финна где спрос всегда превышает предложение особенные вещи всегда растут цене и всегда находятся инвесторы готовы приобретать их в любой экономической ситуации вот так и получилось что с 2008 по 2012 год цены в италии в целом упали не более чем на 10 процентов существеннее подешевела недорогое жилье во многом из-за трудностей с ипотекой глобально в среднем эконом сегменте цены по-прежнему ниже до кризисных особенно в регионах где в 2006-2008 годах был заметный рост и образовался пузырь как например в калабре но вот цены на элитную недвижимость за последние пять лет выросли на 5-10 процентов зависимости от региона важнее следствие этого подбирая элитную виллу в италии помните что здесь не просто получить скидку в 20 или 30 процентов зато вы можете себя чувствовать в безопасности дом не потеряет цену в будущем и так в целом показатели стабильный и на 2020 год эксперты прогнозируют сохранение тенденции без взлетов и падений связи с этим несколько выводов первое сейчас неплохое время для покупки недвижимости в италии второе не рассчитывайте на большие скидки и третье вы можете быть уверены во вложении своих средств теперь о налогах на недвижимость при покупке новостройки вы платите ндс 10 процентов от продажной стоимости объекта на вторичном рынке оплачивается регистрационный сбор 9 процентов от кадастровой стоимости объекта которая может быть существенно ниже продажной цены если иностранный собственник в течение 18 месяцев после покупки переводит приобретаемое жилье формат резиденция то есть оформляет в нж и становится резидентом италии по адресу приобретенной недвижимости он может воспользоваться льготной ставкой заплатить при покупке первого дома ндс 4 процента при покупке нового жилья или налог 2 процента при приобретении вторички если оформить резиденция за 18 месяцев не получится или такой задачи нет льгот аннулируется в результате придется доплатить разницу в налоге а также штраф но его можно минимизировать если добровольно сообщить о невозможности уложиться в указанный срок или сразу оплатить налог в полном объеме собственник неважно иностранец или гражданин италии чтобы не потерять льготу по первому дому не должен продавать объект в течение 5 лет после покупки если все-таки продажа состоялась льготы можно сохранить если в течение одного года после продажи приобрести новую недвижимость на которой оформить резиденция помимо основного налога на покупку оплачивается регистрационные ипотечные кадастровые сборы 150 евро при покупке вторичного жилья и 600 евро при покупке нового расходы на переводчика свидетеля в ходе оформления нотариального акта от 850 евро и выше от них никуда не деться если вы не владеете итальянским языком таким образом дополнительные траты при покупке недвижимости в италии варьируется в диапазоне от 3 до 11 процентов цены объекта поскольку большинство сделок заключается на вторичном рынке большинство покупателей не оформляет резиденцию а значит чаще всего расходы составляют около 10 процентов от стоимости объекта комиссия агентства обычно не заложено в цену и и оплачивает покупатель это от 3 до 5 процентов чем выше цена тем ниже процент важно что комиссионное вознаграждение оплачивается от первоначальной суммы до торга чтобы агентство было заинтересовано снижать стоимость часто грамотный торг приводит к тому что итоговая цена получается ниже изначальной даже с учетом агентской комиссии например вилла за которую просят 2 миллиона евро после торга продается за 18 миллиона агентская комиссия составляет 60 тысяч поскольку повторюсь налоги на вторичку платится от кадастровой цены расходы на налоги и оформление составит в этом примере около ста тысяч евро так при грамотном подходе и работе с профессионалами расходы на покупку виллы с учетом налогов будут составлять или исходно запрашиваемые 2 миллиона евро или даже меньшую сумму ежегодно в италии собственник оплачивает единый муниципальный налог включающий оплату услуг городских служб вывоз мусора и налог на недвижимость общая сумма зависит от конкретного региона налог на недвижимость составляет от четырех десятых до семидесятых процента от кадастровой стоимости объекта от этого налога с 2015 года освобождаются собственники пользующиеся льготы при покупке первого жилья являющиеся основным местом жительства то есть те кто оформляет дом в качестве личной резиденции коммунальные платежи в италии зависит от размера недвижимости инфраструктуры и тоже от региона разброс здесь очень велик буквально от 500 до 20000 евро в год страхование недвижимости в италии обязательно стоимость страховки зависит от покрытия но и конечно расходы на электричество воду и газ оплачиваются в соответствии с затратами владея квартирой стоимостью 100 тысяч евро в кондоминии с общим садом и бассейном например в калабрии вы в общей сложности за год будете платить примерно 800 или 1000 евро за 300 тысячные апартаменты на озере гарда вы заплатите около двух трех тысяч а содержание собственной виллы скажем за 2 миллиона обойдется не менее чем 20 тысяч и еще если вы сдаете недвижимость в аренду придется оплачивать налог на прибыль в италии он высок оплачивается по прогрессивной ставке от 23 до 43 процента который дополнительно начисляется налог от местных властей и муниципальные сборы помните что между россией и италии действует закон об избежании двойного налогообложения из дохода от сдачи в аренду вычитаются расходы на содержание и ремонт недвижимости однако они не могут составлять более 30 процентов от фактической прибыли раз уж речь зашла они о сдаче недвижимости в аренду замечу что в италии неважно обстоят дела с управляющими компаниями как правило постпродажным обслуживанием занимаются агентство недвижимости они без большого энтузиазма относятся к организации уборки смене белья передачи ключей такие вопросы проще решать частным образом найдя конкретного человека которому вы будете доверять продажи итальянской недвижимости которые владели менее пяти лет облагаются налогом на прибыль согласно вышеназванным ставкам они применяются к разнице между ценой покупки и продажи здесь приведу личный пример я сама покупала и продавала объект в италии которым владела менее пяти лет цена продажи была незначительно выше цены покупки я показала в декларации расходы на мебель и содержание в итоге налог на прибыль я не оплачивала налог на наследование налог на дарение составляет 4 процента для супругов и ближайших родственников при условии что сумма на каждого наследника не превышает 1 миллион евро 6 процентов для дальней родни 8 процентов для остальных наследников налога на роскошь в настоящее время в италии не существует говоря высоких итальянских налогов подразумевают высокий подоходный налог и другие налоги связанные с получением прибыли теперь о виде на жительство в италии при покупке недвижимости любой собственник получает основание для получения длительной многократной шенгенской визы с возможностью пребывания в италии по 90 дней в полугодии и 180 дней в году кроме этого как я уже говорила вы можете зарегистрировать недвижимость как основное место жительства а вместе с этим оформить так называемую резиденция элитива дающую право постоянного проживания в стране разрешение выдается сроком на один год резиденцию элитива кстати можно получить вообще ничего не покупая а имея долгосрочный договор аренды главное условие продемонстрировать на своем счету сумму необходимую для покрытия пребывания семьи в италии и пассивный доход достаточный для жизни в стране о какой сумме идет речь необходимо предъявить доход в 31 тысячу евро в год на собственника плюс 20 процентов на супругу плюс 5 процентов на каждого из несовершеннолетних детей в нж могут получить также совершеннолетние дети родители братья сестры на каждого надо показать доход в 20 процентов от суммы 31 тысячу евро таким образом для оформления в нж на семью из двух супругов двух детей и например бабушку понадобится показать ежегодный доход около 50 тысяч евро для последующего продления резиденции элитива надо находиться на территории италии не менее 183 дней в году а это уже подразумевает смену налоговой резиденции налоговые ставки в италии куда выше российских так что решите готовы ли вы к ним что ж в италии все делается для развития элитного рынка недвижимости и кстати в 2017 году у состоятельных иностранцев появился новый мотив для получения в нж и переноса налоговой резиденции в италию схема выгодно тем чей ежегодный доход превышает сумму 800 тысяч евро налоговый режим нон дом позволяет платить фискальным резидентом италии ежегодный налог flat tax 100 тысяч евро на всю прибыль полученную за пределами италии физическое лицо претендующее на эту льготу не должно было быть налоговым резидентом италии последние 10 лет льгота может быть распространена при желании на членов семьи имеющих отдельный доход детей супруги родители братьев-сестер и так далее фиксированная выплата за статус налогового резидента каждого из них составляет дополнительно 25 тысяч евро возможный период использования этой преференции 15 лет участие в программе продлевается автоматически за каждый налоговый период указанная сумма вносится в полном объеме единовременно повторюсь единый налог применим лишь к доходам полученным за пределами страны на прибыль от бизнеса в италии налоги исчисляются по обычным ставкам с использованием прогрессивной шкалы помимо выбранного места жительства или резиденции литива существуют и другие виды нажительства среди которых на слуху лавора от анома то есть вид на жительство для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности подразумевающий открытие собственного бизнеса в отличие от резиденции литивы которая не дает право на работу в италии лавора от анома предоставляет эту возможность однако по этой категории высок процент отказов заявителю необходимо подготовить довольно сложный пакет документов включающий бизнес-план по работе в италии и прогноз доходов с которых будут оплачиваться уже упомянутые высокие налоги в конце скажу о студенческом виде нажительства который связан не с недвижимостью а с поступлением в итальянские учебные заведения его не так уж сложно получить кроме того он дает право на работу по найму при условии того что количество рабочих часов не будет превышать 20 часов в неделю или суммарно за год 1040 часов у студента есть возможность учиться и подрабатывать свободное время такой внж можно получить не только студенту вуза но и школьнику внж выдается сроком на один год и продляется по мере обучения разумеется успешного после пяти лет легального проживания в италии обладатель любого внж может рассчитывать на пмж сдав экзамен по итальянскому языку гражданство италии получается через 10 лет законного проживания срок может быть сокращен до 3 или 5 лет если у вас были предки итальянцы если вы родились в италии если находились на службе итальянского государства или имейте гражданство другой страны евросоюза если у вас возникнут вопросы касательно покупки недвижимости я с удовольствием проконсультирую вас и предложу свои услуги по подбору объекта и сопровождению сделки в большинстве популярных регионов горячо мной любимой италии смотрите в следующей серии проекта испания и ее недвижимость цены налоги доходы золотая виза испании почему она так популярна и кому интересно сколько можно заработать на испанских квадратных метров